Здравствуйте, коллеги! Ритейл Тех снова на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьте, пожалуйста, как вас зовут, какую компанию представляете? Добрый день! Офелия Шофир, Литуаль. Скажите, пожалуйста, как вам выставка, какие впечатления, может быть, вы были в наших деловых сессиях, спикеры, кто понравился? Прекрасная выставка. Большая благодарность организаторам Ирины Райтиной. Я была только что на сессии нейромаркетинг. Прекрасное выступление коллег из «Азбуки вкуса» по контенту. И мне кажется, что прямо очень много вдохновения мы все получили и каких-то инструментов, которые мы можем пойти и использовать в своей работе. И сразу очень интересно, какие новые тренды в маркетинге сейчас царят? Ну, слушайте, я сторонник очень частного маркетинга, real-time маркетинга. И в этом смысле мы сегодня на сессии с утра обсуждали тренды. Вот. И мне, например, очень нравится тренд тиктока, в котором у людей честного контента есть возможность залететь в тренды и получить охваты. И это все здорово, это честно. И мне кажется, что компании должны брать на вооружение. И весь маркетинг, который они делают, делают для клиентов, про клиентов. И делать это все честно и от сердца. Это нагребние волны и нагребние моды. Скажите, пожалуйста, в Литуале будет ли свой аккаунт в тикток? У нас есть свой аккаунт в тикток. У нас более 400 миллионов просмотров. А почему вы не подписаны на наш тикток? Я уже стыжусь и подпишусь сию секунду после нашего интервью. Да, я вам подарю какую-нибудь помадку и давайте выложим ролик и залетим в тренды. Это, кстати, мальчики, которые делают макияж. Это супер тренд. Здесь опасность есть небольшая, но я уже согласен. Залетим в тренд с вашим аккаунтом, я думаю, сразу стану звездой. Придется, видимо, и это сделать. Окей, да, пожалуйста. Расскажите немножко о выставке, о комьюнити, которая собралась здесь, об общении. Насколько хорошо оффлайн-общение в наше сейчас непростое время или все-таки онлайн был хорошо и вы прекрасно себя чувствовали? В принципе, оффлайн нам и не нужен. Ой, нет. Я большой сторонник живого общения. От слова Zoom дергается, честно говоря, во всех местах. Еще год назад мы были на конференции, она была закрыта, и там все рассказывали такие, знаете, психоделические прогнозы по поводу того, что оффлайн умер навсегда, мир никогда не станет прежним. И я была единственная, кто говорил, ребят, все вернется. Люди так устроены, они не могут жить в Zoom, как в клетках. Как только нас выпустят, все вернется. И мы видим, на самом деле, что как только снимают ограничения, у нас есть возможность приходить на конференции, в живой ритейл, в оффлайн торговые центры, люди возвращаются, потому что вживую общаться, обниматься, улыбаться, получать эмоциональный контакт – это естественная базовая потребность людей. Вот. И я просто счастлива, что, наверное, нас пока не коснулись или они быстро закончились, эти ограничения, которые сейчас есть по всему миру, в Европе, а у нас есть возможность общаться вживую. Но надо сделать прививку. Я еще не успела. Я надеюсь, что все у нас будет со здоровьем хорошо. И самое главное, я надеюсь, что оффлайн общение выйдет на новый уровень, потому что девушки, красавицы, конечно, ждут того момента, когда можно будет летом сделать прекрасный новый макияж косметики, который купили у вас, и выйти на набережные, выйти на улицы Москвы, чтобы покорять сердца мужчин. Знаете, какой был тренд сегодня? Мы с утра обсуждали на нашей сессии, что в ковиде, в закрытом. Девочки покупали себе каблуки, новые платья, и целый год они сидели это все, они использовали, и у всех есть. Поэтому ждите, парни, летом красивых девчонок, потому что они целый год к этому готовились. Наши красавицы, мы готовы это видеть. Спасибо вам огромное за такое общение. Продолжение следует...